Вот уже третий год подряд руководство Луч Энергии и Краевой департамент спорта организуют во Владивостоке турнир необычного формата. Здесь, на Русском острове, встречаются футбольные команды стран АТР, которые в течение недели обмениваются опытом. В этом году соревнования решили посвятить предстоящему чемпионату мира, который, как известно, пройдет в России уже этим летом. Как раз у нас дети на каникулах, каникулы, предсезонка, посмотреть, как мы поработали зиму. Обычно мы свои две команды выставляем, приглашаем гостей из Дальнего Востока. Ну и у нас наши постоянные гости – это команды из Корейской Народной Республики и Китайской Народной Республики. Всего на стадионе ДВФУ сошлись шесть команд. Каждый участник преследовал свои цели. Например, хозяева, игроки Луча, готовятся к старту сезона. Обновленный состав, свежая стратегия – все это как-никак здорово проверить на разнообразных соперниках. Осложняет ситуацию лишь то, что футбольный клуб провел эту зиму в нелегких условиях. Как известно, потеряла организация и в кадрах, и в финансах. Но развитие юношеского футбола это не остановило. Этакое дальневосточное дерби и вправду привлекло немалое внимание зрителей. Но куда больше с трибун следили за азиатскими гостями. Если приморский и дальневосточный футбол местные видят почти каждый день, то особенности корейского или китайского видения игры – уникально познавательная вещь. Кстати, работает подобное восприятие и в обратную сторону. Задачи выигрывать турнир не было. Приехали за международным опытом. Многие местные команды у вас очень высокого уровня. Мы собираемся в дальнейшем звать Луч уже к себе в гости на подобные турниры. По итогам недельного турнира победителем стал Хабаровский клуб СКА, который показал невероятный результат, не пропустив ни одного гола за пять матчей. Вторую строчку занял Луч Энергия 2001, набравший 12 очков из 15 возможных. Замкнула тройку лидеров команда из Южной Кореи. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.